Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики канала Процветок. В этом видео с вами я, Пашкевич Анна, и мы обсуждаем такую тему, как формирование томатов, посынкование и подвязка. От того, как мы будем формировать томаты, будет зависеть то, какие у нас томаты, собственно, растут в теплице. Если мы говорим про индотерминатные томаты, или высокорослые томаты, или томаты, которые растут на протяжении всего вегетационного периода, то, как правило, их лучше формировать в один стебель, особенно если это крупноплодные томаты. Также индотерминатные томаты можно формировать в два стебля, если позволяют расстояние между растениями, поскольку любое загущение впоследствии будет приводить к активному развитию различных заболеваний. Если мы говорим про формирование полудетерминатных томатов, также у нас их любят называть полудетами, или среднерослыми томатами, а это высота метр-полутора метра максимально, то тогда эти томаты лучше формировать в два и в три стебля, оставляя один или два самых хорошо развитых толстых пасмка, которые вы найдете после первой и второй цветочной кисти. Ведя полудеты в три стебля, вы будете способствовать равномерному завязыванию урожая и его возреванию в последующем вашей теплице. Также частым гостям в томатных посадках у нас можно встретить такие томаты, которые карликовые. Мы их любим называть томаты гномы. Как правило, мы их высаживаем на улице в открытом грунте, и зачастую возникает вопрос, стоит ли их формировать вообще, стоит ли что-либо с ними делать для того, чтобы из них собрать максимальное количество урожая. Изначально селекционерами было задумано выведение подобных карликовых сортов для того, чтобы минимально задействовать ручной труд, то есть не задействовать наши руки в формировании данных томатов. По этой причине я не рекомендую вам обильно вмешиваться в процессы роста и развития карликовых томатов или томатов гномов, но если очень хочется, если у вас прямо загущены посадки, если вы добросовестный овощевод и интенсивно кормите свои растения, и они нарастили обилие вегетативной массы, что препятствует воздухообмену, проветриванию и, соответственно, последующему завязыванию и возреванию плодов, то тогда можно прореживать томаты путем удаления лишних пасынков или листвы. И вот когда мы приступаем к формированию томатов, когда мы выламываем лишние пасынки, нам необходимо помнить, что оптимальное время, которое необходимо потратить на данное мероприятие, это дневные часы, поскольку формируются раны, когда у нас днем солнечно, сухо, то они быстро затягиваются, подсушиваются, и микробные инфекции не успевают туда попадать и, соответственно, вызывать развитие каких-либо заболеваний. Не забываем, что у томата, как и у любого живого организма, лишних органов не бывает, поэтому, когда мы формируем томаты и когда мы начинаем обильно обрывать листву, то мы должны понимать, что нижний лист, который находится под первой цветочной кистью, он будет ее кормить непосредственно. По этой причине, пока наша первая цветочная кисть не завяжет полноценные плоды, не сформирует их, пока они не вырастут и не начнут буреть, нам необходимо оставить как минимум один, а лучше два нижних листа, для того, чтобы они успели выкормить наш будущий урожай и растение не испытало лишнего стресса. Размер пасынков, которые мы будем удалять с наших растений, также имеет значение. Чем меньше будут пасынки, тем меньше стресс испытает растение. Максимальная толщина пасынков, которые подлежат удалению, это диаметр, равный диаметру карандаша. Но даже если у вас формировались более толстые пасынки, если они сумели нарасти, и вы пришли их обламывать, то можете сильно не отчаиваться, оставлять возможность им развиваться, формировать также цветочные кисти и таким образом увеличивать урожай. Но обращайте при этом внимание на то количество пространства, которое находится возле данного пасынка, чтобы не было загущения ваших посадок. В конце этого видео хотелось бы остановиться на пасынках, которые иногда имеет смысл оставить, особенно в условиях непредсказуемой погоды. Например, возможно ситуация развития возвратных заморозков и открытые форточки вашей теплицы, как следствие отмерзания верхушки томата и пасынки тогда являются тем средством замещения основного стебля, на котором будет впоследствии формироваться будущий урожай. Также есть другая крайность, которая называется жара. Из-за жары зачастую растения начинают вершковаться, то есть они останавливаются в росте и развитии. И таким образом, имея дополнительный пасынок, мы можем продлить рост и развитие растения и таким образом увеличить количество томатов, полученных с одного куста. После того, как мы сформировали наши томаты, удалили лишние пасынки, оставили необходимое количество стеблей, мы приступаем к их подвязыванию. Самый простой, самый бюджетный и самый оптимальный вариант подвязывания томатов это с использованием прочного шпагата на так называемую свободную петлю, когда мы оставляем возможность нашему растению расти и развиваться и соответственно подтягивать наш шпагат под конкретно условия его роста и развития. И не забывайте, что растение растет не только вверх, но оно еще растет вширь, поэтому мы не затягиваем петлю на стволе томата, оставляя ее также свободной. Надеюсь, это видео поможет вам избежать ошибок в формировании томатов. Оставайтесь на канале Процветок, не забывайте про подписки и лайки. До новых встреч и всего вам хорошего! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!